С 10 октября по 10 ноября текущего года в Брестской области проходит месячник по благоустройству территорий населенных пунктов. Навести порядок на земле и подготовить ее к зимнему снежному периоду – необходимое условие сохранения чистоты улицы и в будущую весеннюю пору. А потому в течение установленного времени всем собственникам, в том числе владельцам индивидуальных домостроений, необходимо провести уборку закрепленных территорий. За последнее время территория нашей области и приграничного города Бреста, она значительно потерпела изменения в плане наведения порядка и благоустройства. Мы видим красочно оформленные территории, клумбы, но, к сожалению, результаты нашего надзора свидетельствуют о том, что еще до настоящего времени все-таки выявляются факты, скажем так, нарушения санитарного законодательства. К сожалению, не все и не всегда подходят к уборке ответственно, да и просто не считают нужным заниматься наведением порядка. Порой такая безответственность заставляет применять к нарушителям штрафные санкции, так как иногда материальная сторона вопроса – единственный рычаг воздействия. За истекший период 2013 года специалистами учреждений санитарно-эпидемиологической службы области выявлены нарушения правил содержания более чем на 7 тысячах объектов и 15 тысячах придомовых территорий, по которым было выдано более 10 тысяч предписаний и рекомендаций. В основном наши предписания выполняются субъектами хозяйствования, но хотелось бы, наверное, обратиться в преддверии вот этого, скажем, наступления зимнего периода о добровольном наведении порядка, о какой-то самостоятельной инициативе по наведению порядка на своих территориях, дабы нам не пришлось применять затем меры административного воздействия, потому что меры достаточно серьезные. Например, за 9 месяцев текущего года нами наложено более 2 тысяч штрафов на сумму более 45 миллиардов рублей. Регулярная уборка территорий вокруг жилых домов, упорядоченное складирование стройматериалов на собственном подворье, правильная утилизация отходов, своевременный ремонт ограждений и фасадов зданий и домов. Эти нехитрые и не требующие больших затрат правила помогут поддержать чистоту. Человек сам может и должен создавать необходимые условия для комфортного проживания и хорошего настроения себе и окружающим. И первый шаг наведения порядка можно сделать уже сейчас, в период месячника.